Уже год в уник-клинике Казанского федерального университета работает ковид-госпиталь. Врачи борются за здоровье пациентов, но число заболевших в регионе продолжает расти. История людей, не понаслышке, знающих о последствиях коронавирусной инфекции, в следующем сюжете. Если бы не в больнице, у меня, наверное, уже не было. Свою историю заболевания пациент ковид-госпиталя университетской клиники рассказывает со смехом, за которым слышится страшное – вероятность летального исхода течения коронавирусной инфекции. Все болит, а что – непонятно. Так он описывает свое состояние. Дышать без кислородной маски мужчина не в состоянии. С сожалению, отмечает – ранее не прививался. Первого, наверное, октября, мне кажется, это получилась температура. Ну, как всегда, думаем, что пройдет, что сами вылечим все таблетки, и все, температура держится, не проходит. Начал сам принимать там текарства. Ну, так обычно, мы же такие люди, правильно, думаем, что все это, как бы, насморк, сосуды, пройдет, не проходит, температура растет. Начало коснуть до 39,5. Уже год врачи ковид-госпиталя университетской клиники вносят свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Врачи выходят в ночные дежурства, в том числе и в пункты вакцинации. Еще раньше к войне с пандемией присоединились научные сотрудники Казанского университета. На лаборатории Альберта Анатольевича Резванова вообще в республике первая помогла внедрить определение титров антител, чтобы своевременно уже, когда только началась пандемия, разворачиваясь первые госпиталя, была возможность пациентам вводить антиковидную плазму. Работа она идет непрерывная, и чем больше вызовов, тем больше, конечно, задач ставится как перед клиницистами, так и перед научными нашими работниками. Несмотря на усилия врачей, в больнице занято все 80 коек. За спиной Эммы Мухамедшиной красным мигают индикаторы показателей пациентов. Сатурация, сердечный ритм – почти все находятся в красной зоне. Даже амбулаторный этап, он может одного пациента до 10-15 тысяч лечения обойтись. Это легкое течение, амбулаторный пациент. Тяжелые пациенты, которые требуют тяжелой терапии, генноинженерной терапии, серьезного вмешательства препаратов, их стоимость лечения может доходить и до 300. К сожалению, это очень дорогое лечение, и лечение серьезное, но реанимационные койки и длительная поддержка аппаратами требуют еще больших затрат. Мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80, 90 процентов. У нас был запас коечного фонда. На сегодняшний день абсолютно 100% коек, и даже больше 100%, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек, на сегодняшний день он задействован. 100% пациентов, находящихся сейчас в реанимации, – это непривитые пациенты, отмечают заведующие отделением медико-санитарной части Казанского университета. Ради себя и своих близких стоит задуматься о вакцинации, ведь свободных коек может на всех не хватить. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Хафиз Гараев, Универньюз.